Всем привет! Разработка игр, советы и рекомендации. Сегодня совет такой. Награда и наказание. Вознаграждайте игрока за процесс в игре. В зависимости от жанра это могут быть новые предметы, опыт, новые элементы истории и все такое. Наказание также является элементом мотивации, но главное не переборщить с наказаниями. Не нужно ими злоупотреблять, иначе игрок может разочароваться в вашей игре и уйти из нее. Например, серия игр Диабло известна отличным балансом между наградой и наказанием. Игрок всегда мотивирован идти вперед, получая в качестве награды золото и новое снаряжение. Надежда найти новый редкий предмет снаряжения делает прохождение более увлекательным. Но в качестве наказания всегда присутствует вероятность умереть, но смерть никогда не затмевает полученную награду. Согласно наиболее распространенной на текущий момент модели, как среди ученых, так и среди геймдизайнеров, все награды делятся на внутреннее и внешнее. Внутренние награды это удовольствие, которое мы получаем непосредственно от игрового процесса. Например, если в игре приятное и отзывчивое управление, то каждый прыжок между платформами может восприниматься как небольшая награда. Иными словами, речь идет о тех случаях, когда мы попросту играем, просто потому что нам интересно и приятно играть, и никакой дополнительной мотивации или награды не требуется. Внешние награды это все остальное. Предметы, ресурсы, повышение уровня, ачивки, ежедневные вознаграждения. Все это призвано давать нам дополнительную мотивацию на тот случай, если сам геймплей в эту минуту нас уже не удерживает. Настолько эффективно, как раньше. Ну, например, игрок не испытывает желания ввязаться в бой с разбойниками из лагеря, потому что это снаряжение, вряд ли это, точнее это сражение, вряд ли даст ему новые эмоции. И он вряд ли испытает восторг непосредственно от боевых механик. Но зато ему очень хочется заполучить то, что лежит у них в сундуке. Плюс, если ему осталось всего несколько очков до повышения уровня. Чем подобных внешних мотиваторов больше, тем меньше вероятность того, что игрок решит выключить игру, ощутив первые признаки скуки. Этим, кстати, объясняется знаменитый синдром «Ну, еще один ход» из пошаговых игр вроде «Цивилизации». После нажатия кнопки «Конец хода» на игрока обычно сваливается огромное количество наград. Несколько разных ресурсов, увеличение населения в городах, завершение строительства зданий. И оторваться от экрана бывает очень сложно. Или аналогичные чувства бывают в той же Диабло. Вот-вот сейчас же добью пару мобов и закончу. И эти пара мобов могут затянуться надолго. А в Диабло 3 есть еще интересный моб с мешком золота, который иногда может появиться. И убив которого, можно кроме золота еще и выбить редкую вещь экипировки. И ты бегаешь, бегаешь, бьешь мобов в надежде встретить этого мужичка с мешком. Ну или кто он там. Для любой игры необходимы и внутренние, и внешние награды. Главное здесь найти верный баланс. Система наказаний также должна быть сбалансирована. Наказания не должны быть жесткими. Ну например, если вспомнить игру Lineage, в которой если убить игрока, который не хочет с тобой сражаться, а именно не отвечать на твои удары, то тот, кто убил, получает наказание, его ник помечается красным цветом. И в течение определенного времени, его может убить кто угодно, не получив за это наказание. При его убийстве, часть снаряжения убитого, может выпасть на землю. Соответственно, чем дороже снаряжение у игрока, тем больше игрок рискует, и думает, стоит ли мне убивать мирных игроков. Это наказание, конечно же, можно убрать, но для этого нужно выполнить пару квестов. На что опять-таки нужно больше провести времени в игре. А это опять-таки дополнительное удержание. Так вот, в этом примере хороший баланс между наказанием и удержанием игрока. Некоторые наказания даже и не воспринимаются как наказание. Ну, например, если игрок находится в клане, то он получает, к примеру, на 15% больше опыта. А игроки, которые находятся в клане, обычно склонны играть больше, чем одиночки. Так как обычно играют с оклановцами совместно. Соответственно, такие игроки, за то, что они больше проводят времени в игре, как раз и получают в награду больше опыта, может быть, там больше золота, ну и все такое. И это является дополнительным фактором удержания игроков. Но опять-таки, тут нужно сбалансировать эту систему так, чтобы не было миллиона кланов с одним игроком, только для того, чтобы игроки получали больше опыта. А есть еще такая система наказаний, как, если вы проводите время, очень долгое время в игре, то, например, после 6 часов количество, процент опыта, количество там золота может понижаться. Это, так сказать, такая система наказаний. То есть, система тоже в некоторых играх очень хорошо сбалансирована. Для того, чтобы игрок не переутомлялся и, соответственно, получал удовольствие в игре. Так как если игрок переутомляется в попытке все-таки там добить последнего моба, то игра ему может становиться скучной, он может от нее начинать уставать. Соответственно, тоже это нужно иметь в виду. Ну а на сегодня все. Подписываемся, комментируем, делимся своими мыслями по всем этим рекомендациям. Ставим лайки, репостим видео, оформляем спонсорскую подписку. Планов у меня очень много, но для их реализации нужно, чтобы канал развивался. А развиваться он может только с вашей помощью. Всем спасибо, всем пока.